Давайте может приступим потихоньку. Вся эта информация, которая давалась до этого на вебинарах, она в принципе верная, правильная. Изменений в маркетинге нет. То, что и давали, значит все-таки осталось. Ну давайте начнем с того, откуда взялось название платинкоин. Алекс нам объяснил. На слайде вы видите. Я сейчас раскрою в полный экран и не буду видеть ваших сообщений. Поэтому у меня есть помощники, которые мне помогают, дадут другими каналами информацию. Подготовьте вопросы, которые вы хотите задать в конце презентации. Это не презентация, скорее всего. Это у нас встреча по результатам поездки. Какие-то нюансы, впечатления. Потому что я же говорю, слайдов еще нет у профессиональных. Все то, что мы потихонечку отсняли, сейчас мы их будем просто комментировать. Итак, учредители. Вы видите Алекс Рейнхард, Максим Бедеров. Алекс у нас генеральный директор, Максим финансовый директор и технический директор Денис Бедеров. Это родной брат, близнец Максима. Дальше вы его там увидите, по-моему. Очень много было технических вопросов. Настолько глубоко нам все это рассказано было, что просто многие люди даже не понимали, о чем идет речь. И вся эта технология и добычи криптомонет, и майнинг, и все технические моменты тоже рассказывались. Откуда название? Значит, Алекс нам пояснил, что когда-то он, ну не когда-то, а в детстве он родился и начал жить, расти в России, в какой-то там местности. И текла река Платина. Ну и он говорит, что дед ему говорит, это твоя судьба, ты тут будешь жить, и Платина это будет с тобой постоянно. В принципе, когда они уже, знаете вы, да, они давным-давно уехали в Германию. Он там закончил, получил образование. Сейчас у него, ну до этого момента были бизнеса. Вот. И в принципе, когда встал вопрос о названии той, того криптокоина, которое они запускают, то название речки этой, которая в детстве тянула его к себе, значит, и дало название нашей крипто теме, нашим криптокоинам. Такие ниже стоп-слова будут, у меня все, как бы пытается они прорваться, но не надо этого говорить, почему я скажу вам потом. Значит, ну что далее? Далее, пока нас не было, в общем-то, очень много, ну не то, что много событий, очень много негатива пошло, записали там ролик какой-то с такой информацией, ну мягко говоря, просто она не влазит ни в какие рамки. Это сразу видно, что это заказ, в общем-то, и, ну, очень много мне вопросов личку, я даже, не стоит его разбирать, потому что там, ну, просто заказуха полная идет. Алекс Юроделу даст информацию, там выйдут они на те, кто создал этот ролик и, в общем-то, должны все это дело разбить. Ну, мы для себя, мы знаем, мы видели людей в открытую, мы знаем они практически все, и что будет, нам дали полное понимание. Значит, смотрите, следующее нам представили директора офиса в Москве, женщина, не запомнил, к сожалению, как ее зовут, потому что все было настолько динамично. И, кстати, директор офиса в Казахстане Сергей, ну, Сергея мы помним, потому что Сергей нас встречал на вокзале на машине, мы с ним познакомились, и только на следующий день уже узнали, что он будет директором офиса. Он уже готовится туда на выезд, и семью готовит для него, ищет, так, подсказывает. Екатерина зовут, да, женщину, спасибо, Галина тоже, мы ее услышали сегодня, Сергея мы узнали о том, что он директор казахстанского офиса, только на следующий день на презентации, для него там же и детям подбирают школу для учебы, и жилье ищут. В общем, так как компания планировала, офисы там, где будут открываться, там они и будут, и люди уже подбираются, и будут направляться. Следующий слайд, ну, следующий слайд интересный, я просто говорю, что не все у нас есть картинки с презентацией, поэтому перейдем вот к этому слайду, это PLC, PlatinCoin Secure Box. Это уникальная разработка, именно команды разработчиков под руководством Дениса Бадырова, и его сейчас запускают в серийное массовое производство. Значит, что он из себя представляет? Этот бокс, ну, его там начали называть коробочкой, там еще как-то, потому что, по сути, никто раньше не видел, что это такое, ну, визуально, конечно, коробочку напоминает. Так вот, этот security box предназначен для постмайнинга уже. Вы видите тут небольшой такой разъем, через который вы подключаете его к Wi-Fi. Это антенна вот такая вот небольшая. И этот бокс вам уже в онлайн-режиме, постоянно он включен, идет постмайнинг и добывает вам вот те вот криптокоины, как мы говорили, 10% это минимум от той суммы, которая у вас будет на балансе. И система может выдать еще больший процент, но об этом, как бы, говорить еще рано. Когда пойдет реальная работа, тогда и будем об этом говорить. Значит, каждый владелец имеет возможность зарабатывать около 10% в год. Нет никакой границы такого рода заработка. Чем больше собственная сумма, тем больше 10% начисления. Вот. Вот такая техническая разработка запатентирована. И с ее помощью, вернее, с помощью криптокошелька, который создан, есть возможность онлайн, вернее, офлайн, даже без подключения в сеть, передавать друг другу криптокоины, обмениваться. Это уже с помощью того платежного института, который разработали команда программистов. Здесь вы видите сеть таких PLC-боксов. И когда, чем больше их в сети, то, естественно, тем быстрее идет скорость передачи, майнинг и все эти вещи, которые способствуют постмайнингу. Ну, так визуально она представлена. Это сеть. Все должны были видеть, как показывает сеть биткоинов. Это просто компьютеры рисуются между собой, они взаимодействуют. Здесь же взаимодействие идет через вот эти вот боксы. Следующий слайдик. Это у нас как раз Денис Бадеров. И вот он нам рассказывает о том, что взаиморасчеты коинами могут идти абсолютно без подключения к интернету. Как это происходит? Это продавец будет заполнять в своем кошельке персональные данные покупателя. И если нужно, сфотографировать его с продуктом. То есть, что вам кто-то предлагает какой-то продукт, телефон, допустим, или еще что-то. Вы летите. Почему здесь самолет нарисован? Это как пример того места, где у вас может не быть интернета. Вы встретили кого-то, заинтересовались его товаром и готовы поменять товар на коины. Ну, вернее, свои коины на его товар. Вот тут связи нету и происходит такая процедура. Далее, QR-код с платежным запросом продавец показывает покупателю. Покупатель сканирует запрос, проверяет на своем устройстве и создает подписную транзакцию. Продавец сканирует QR-код этой транзакции своим кошельком и передает товар покупателю. И уже потом, допустим, когда самолет приземляется, или же вы находились в какой-то зоне без интернета, но потом вошли в интернет. И при подключении кошелька покупателя или продавца уже публикуют сохраненную в нем транзакцию в блокчейне. Если транзакция окажется незаконной, ее можно передать в соответствующие органы в рамках гражданско-административного разбирательства. То есть, вот такой вот механизм, это называется продажа без интернета. В принципе, это все допускается. Здесь, друзья, на схеме безопасный кошелек. Это второй слайд. Технически, как он работает, тоже здесь было описание. Очень большое, минут 30 или 40 нам рассказывали. Давайте мы на этом не будем останавливаться. По каждому моменту будет записано профессиональное видео и нюансы, тонкости, подробности, технических моментов мы узнаем уже позже от профессионалов. Я просто боюсь вам что-то не так сказать, потому что я же говорю, информации за целый день много, и я где-то ошибусь. И потом мне придут нарекания, что я вам дал неверную информацию. На этом слайде представлена вот та децентрализованная биржа. Это тоже ноу-хау, разработка компании, как она работает на этом слайде, вы видите. И в принципе, то же самое, по этой бирже будет отдельный ролик. Ну, как вы видите на слайде, к примеру, это как происходит. У вас есть 10 PLC платин коинов, которые вы хотите продать за 10 долларов. Я не знаю, может быть видно плохо, конечно, я извиняюсь, слайды будут, еще идут презентации, и попросили, после презентации нам дадут. Здесь формируется покупатель. Кто-то хочет купить, и он выставляет свою цену, видите, меньше 11 долларов. То есть, в заявке он хочет купить 11 и меньше долларов. И вот эти две заявочки, как бы, находят друг друга. Создается специальный кошелек, так называемый арбитр, вот здесь вот. Продавец коинов, он отправляет в кошелек свои 10 коинов, и плюс комиссию, комиссию арбитражу. Продавец, вернее, ну, этот покупатель, который долларами покупает, он отправляет небольшую комиссию тоже арбитражу, и 10 долларов отправляет продавцу коинов. Когда эта транзакция доходит, то уже сам кошелек отправляет 10 коинов тому человеку, который их купил. То есть, фактически, все происходит без участия какого-то центра, админа и так далее. Если идут какие-то сбои, допустим, не прошли комиссии отсюда, не подтвердились, то эта транзакция не пройдет, и кошелек вернет коины обратно. Но я еще раз хочу повторить, что подробно техника работы этого кошелька у нас будет доступна. От специалистов видео запишут полностью. Это просто, чтобы вы понимали, насколько здесь идут шикарные разработки, запатентированные. И, ну, люди просто профессионалы своего дела. Я хочу сказать, что решение, вот тоже Номалик рассказывал, Максим рассказывал, что команду они подобрали очень сильно, и каждый из них принимал решение, принимал решение, ну, работать в этой компании тяжело. Потому что у каждого была работа. Кто-то где-то работал, получал хорошие зарплаты. И вы представьте, люди ушли со своих бизнесов, со своих каких-то должностей зарплат, и пришли сюда. То есть, это не просто онлайн какой-то сервис. Некоторые вот мне задают вопросы и думают, что это, ну, знаете, как назвать, хайп-пирамида, в которой один админ какой-то и два программиста, и он будет работать. Нет, здесь очень большой коллектив, я же говорю, что которые люди ушли с, ну, сказать, насиженных мест уже, можно и так, да. С постоянного места работы пришли сюда для того, чтобы продвигать этот продукт, эту компанию уже глобально на мировом рынке. Прорывные технологии, на этом слайде, да. Какие же прорывные технологии у компании? Это гибридный блокчейн, мы это знаем об этом, ProofWork и ProofState. PLC Secure, это кошелек, который на сегодняшний день дает абсолютную безопасность. Паранойк-мод, мы говорили об этом тоже, что есть лицензия. Супер Валет, это облегченный кошелек с локальным хранением ключа. Децентрализованная биржа. PLATIN Coin Secure Box, 10% годовых дает. И офлайн Валет, который дает возможность взаиморасчеты коинами проводить без подключения к интернету. Вот такие технологии будут применяться в компании. Далее слайд идет о нашей социальной сети, которая будет платить деньги. То, что мы говорили об этом, в принципе, я же говорю, все верно до этого рассказывалось. Он, социальная сеть, позволяет на свой аккаунт подключить до 100 тысяч друзей. В Фейсбуке, например, это до 5 тысяч. Бизнес-аккаунты и эффективное продвижение своей компании, это тоже будет, вот помните, я рассказывал, это будут платные аккаунты, будут бизнес-аккаунты. Продвижение своей компании, это теми рекламными поинтами, которые мы тоже оговаривали, будут начисляться вам при покупке бизнес-пакета. Можно будет создавать рекламную компанию. Размещение компании с помощью баллов от поинтс. Плата за активность, мы говорили уже, да, что каждый пользователь за какие-то лайки будет получать начисление коинов от компании. Следующий момент. Так, что у нас тут? Тоже слайд с реальными активами. Мне, к сожалению, плохо видно. Давайте следующее. Смотрите, нам показали, онлайн не показали, вернее, а онлайн подключили адвоката. Адвоката из Москвы, московского представительства, потому что у компании есть еще и швейцарская адвокатская контора. Вот, в принципе, здесь вот, смотрите, как его зовут данные все, Сергей Снегирев, это его данные в Москве. Он сделал обращение, заявление, рассказал, почему компания легальная, почему она действует в рамках правового поля. В принципе, вот даже адвокат Снегирев рассказывал, что ребята пошли верным путем. Они начали с создания правовой базы. Они начали консультироваться с адвокатами, чтобы выйти на рынок полностью легально. Потому что тема с криптой, она, ну, как вы знаете, довольно щекотливая. И поэтому, чтобы обыграть все законные способы работы с ней, именно поэтому обратились к адвокатам. И уже, извиняюсь, и уже после этого начали и маркетинг разрабатывать, и какие-то ходы следующие, чтобы начать развитие компании. Далее нам Алекс показал примеры проектов. Это здесь примеры проектов, которые будут работать по краунфайдингу. Ну, например, это мобильное приложение, которое будет запущено, реализовано. Тоже очень много функций. И вот мне понравился лично вот такой вот проект. Ой, как он называется, не готово сказать. Но, в общем, это в России строится такой город, в котором все страны мира. Эта страна как бы представлена, ну, вот несколько домов делается, такой как бы дворик. И каждая страна здесь будет представлена. Со своей культурой, архитектурой и всеми такими вещами. Вот смотрите, это какой-то европейский видно, потом я заснял фотографию, такой уже восточный стиль. То есть, вот такие микрорайоны будут со своей экосистемой, экобазой. Это очень такой интересный проект, их заинтересовало. Тема эта. Так. Ну, и, конечно же, маркет. Маркет – это наш онлайн будет ресурс, на котором будут пользователи глобально со всего мира иметь возможность продать товар или же купить их за коины. Причем, ну, не нарушая законодательство стран, как мы и говорили до этого. Глобальный рынок сбыта просто. Ну, приводил Алекс пример, что это будет по принципу Амазона. Поэтому у ребят серьезные замашки. Вот этот платежный институт, как они его видят и что он из себя представляет. Мы об этом говорим. Платежный институт действительно это институт, потому что объединяет в себе. Смотрите, вот вывод фиатных валют различными способами. То есть, этот институт, он и дает возможность обмена деньгами и фиатными, и электронными, и коинами, не нарушая законодательство страны. То же самое. Работа этого института подробненько будет изложена. Вы видите, здесь будут карты пополнения фиатными деньгами и коинами доступны. И бенщита будут для клиентов делаться. Ну и, как мы уже говорили, членство Visa MasterCard. Все это будет в этом институте реализовано. По срокам тоже мы ниже увидим, какие ребята ставят прогнозы для... Не прогнозы, а перспективы для ввода всех этих моментов. Далее Алекс представлял нам PLC Академия. Это онлайн-платформа с обучающими материалами. И смотрите, вот тут справа, здесь такая сносочка. Мы не продаем коины, мы продаем обучающие материалы и технологические решения. И самое главное, важное вернее, мы действительно обучаем наших партнеров. Ниже на слайдах мы увидим, какие там будут материалы в зависимости от пакетов. Что это будет входить сюда? Это будут авторские курсы с эксклюзивным контентом от профессионалов, практиков. Видео-уроки по актуальным темам, это блокчейн, нетрок-маркетинг, эффективные коммуникации и так далее. И смотрите, вот следующий слайд. Здесь уже в зависимости от вашего пакета открываются уровни. Это вот такие вот обучающие материалы. Будут обращения основателей компании. Следующий, финансовая грамотность. Как начать строить свою команду. Как и откуда привлечь людей. Как добиться результатов. И далее, смотрите, закрыты замочки. То есть, чем выше у вас уровень будет, тем и больше уровней академии вам будет открываться. Это продвижение в онлайн-среде. Это сохранение сети их аудитории. Это модели, эффективный контент для социальных сетей. То есть, для продвижения в интернете здесь будут очень-очень хорошие материалы. Эффективная коммуникация в продажах. Формирование имиджа. Продающая презентация. Это все здесь будет разжевано в виде видеоматериала, в виде текстов. Как убедить кого угодно, в чем угодно. Видите, вот какое-то название крутое. Приемы НЛП в продажах. Вот это название. Это просто название тех тем, которые будут использованы в академии. Раскрыты, вернее, в академии. Тоже блокчейн-технология. Технология блокчейн-деталя. Если кому-то надо технические моменты, то здесь все будет изложено. И именно по платин-коину. И также просто общие вопросы по блокчейн-технологиям. Так, теперь мы переходим к таким моментам. К рекомендациям, в первую очередь, и адвокатов. И, конечно же, руководителей компании. Это стоп-слово криптовалюта. Его произносить просто стоп-слово запрещено. Ну, не то, что компания запрещает, а к чему это ведется. Это ведется к тому, что для того, чтобы попасть и действовать в правовое поле именно, то эти слова нельзя произносить, так как валюта уже подразумевает какую-то денежную единицу другой страны. Ну, а криптокоин, он не является денежной единицей никакой конкретно взятой страны. Поэтому желательно это слово не произносить, чтобы не вступить в противоречие с законом. Стоп-слова номер два. Мы продаем криптовалюту и криптокоины. Не продает компания ни криптовалюту, ни криптокоины. Компания продает обучающие пакеты. Это вы видели, мы на этом останавливались. Третье стоп-слово это коины обеспечены золотом и активами. Значит, то же самое. Коины не могут обеспечиваться золотом и активами. Если презентуете компанию, то правильно говорить, что за коинами стоит компания, в активы которой входят золото, бизнес-проекты, социальная сеть и так далее. Кстати, раз уж мы говорим о золоте, то здесь я хотел бы немножечко поподробнее раскрыть. То, что мы говорили, что компания закупила золото, будет храниться. Здесь немножко есть такие вот изменения. Какого плана? Значит, законодательством Европы предусмотрено, что в случае форс-мажора государство может изъять банковское золото в свою пользу. Это, допустим, в случае, я не знаю, или войны, или резкого падения курса национальной валюты. Четко я не могу сказать, но примерно нам такие вот примеры привели. Поэтому, что делает компания, чтобы обеспечить свои вот эти вот запасы драгметаллов неприкосновенными? Это будет сделана переплавка золота с платины в монеты, которые вы видели, монетки уже. Они будут сертифицированы, они будут уже считаться золотыми драг-изделиями. И по закону они уже не могут быть изъяты, не изъяты государством. Значит, задавались вопросы, и сколько золота куплено, и сколько монет чеканится. Это вопрос, ответ, вернее, прозвучал такого плана, что компания сейчас не раскроет, сколько куплено. Единственное, что Алекс сказал, последняя партия была на 300 тысяч евро. Вот такая цифра была озвучена. Золото, последняя партия, которая закупалась. И что еще, в момент какой, процесс отливки, чеканки монеты из драгметалл заснимется на видео. Это будет все преподнесено очень красиво, профессионально и запущено в интернет. То есть, качественный ролик будет сделан, как будут чеканиться платинкоины, именно уже как драг-изделие. Компания предпринимает все усилия для того, чтобы посредством ресурсов своих и активов, доходов от социальной сети, доход бизнесов, доходов от академии и с помощью доходов от маркета, команды всех ее активностей развивать и популяризовать коин, свой криптокоин. То есть, вот за счет этих ресурсов и будет достигаться популяризация и рост курса. Четвертое слово, гарантированный курс. Нету такого понимания, гарантированный курс. Есть понимание курс выкупа, покупки вернее, курс покупки. Курс покупки монет компании. Это то, о чем также мы ранее говорили на презентациях, о том, что компания будет включать маркетинг обратного выкупа криптокоинов. Пятое слово, стоп-слово, это собственный банк. Пока этого слова, этих слов говорить нельзя, потому что банк же подразумевает тоже и финансовую операцию, и банковскую деятельность. Лицензия оформляется, документы поданы, нам это все подтвердили. И сроки здесь также уже чуть ниже, на слайде, что такое платинкоин. Это прорывная технология, это огромная комьюнити, это реальные активы, это глобальный рынок сбыта, это банковская независимость, это легальное функционирование в рамках правового поля. Вообще, все присутствующие были впечатлены тем, насколько компания уделила времени и ресурсов для того, чтобы выйти именно в правовом поле и легально. Чтобы и самой не попасть под какие-то противоречия с законом, и чтобы потребители все могли не бояться работать именно в компании и не нарушать законы стран. Поэтому то, что рассказывали нам и адвокаты, и сами создатели, что действительно они очень много усилий и начали в принципе с этого, стартанули, что изучили полностью правовые основы. И, как в дальнейшем сказано, значит, прежде чем открывать какую-то страну, будет заходить сначала юридическая компания, изучать законодательство страны, потом уже входить в офис официально, чтобы уже был и работал легальная дочка компании в правовом поле. Именно этой страны. Далее, вот интересный вопрос, который всех интересует. Курс покупки платинкоин. Смотрите, значит, компания принято решение, потому что слайды уже в интернете есть, и мне вопросы задают. Там на последнем слайде была дата, что компания будет проводить обратный выкуп. Вроде 1 сентября или октября дата стоит конкретная. Но это на самом деле не так. Принято решение, что обратный выкуп будет производиться, когда курс достигнет 1 евро. Вы видите курс на сайте, а вот это вот желтеньким обозначено курс, по которому будет выкуп производить компания. В курс выкупа будет заложено очень несколько, ну не очень много, а несколько составляющих. Это, во-первых, и количество проданных коинов, проданных пакетов, это и, значит, курс на внешней бирже, это курс на внутренней бирже, это доход. То есть будет коэффициент применяться, допустим, курс такой-то на бирже, это, значит, применяется один коэффициент. Изменяется курс, коэффициент изменяется. То же самое финансовый эффект от бизнесов, когда они уже будут давать обратную прибыль, такой-то коэффициент включили, включили, курс изменился. Выкупа поднялся, доход от соцсети тоже пошел, уже прикрученный, опять курс изменяется. Ну, примерно это будет происходить так, как мы и говорили. Какой будет курс выкупа при 1 евро, нам не сказали. Примерно, ну, может быть, 20-30 центов это и произойдет. Потому что компания слайды эти делали задолго до таких вот презентаций, поэтому и дали информацию, что выкупать будут где-то там оси. На самом деле видно, что очень идет быстрая раскрутка, и поэтому менеджмент принял решение, когда достигнет 1 евро, выкупать монетки. Дальше вы видите, ну, как бы, рост курса. Видите, первые люди, которые покупают, еще не включен обратный курс. С 1 евро включен обратный выкуп, говорится, курс. И далее этот выкуп будет периодически применяться. То есть курс поднялся, обратный выкуп тоже поднялся. Поднялся курс на сайте, и обратный выкуп поднялся. Значит, вы должны понимать, что для того, чтобы заработать деньги, вы, допустим, вы зашли вот по этому курсу, какой тут будет, ну, наверное, это 80 центов. То, чтобы получить прибыль, вы должны дождаться вот эту линию провести. К примеру, тут вы в ноль выйдете, тут вы уже будете получать, ну, как бы, прибыль. Вот оно так идет. Бизнес-модель. Интересное тоже такое решение, как представлять бизнес-модель. Смотрите, это бизнеса, которые компания, это социальная сеть, это академия, это маркет, это инститюшн, это стены вот такие сделаны. Это столбики, сами монетки, коины, и дальше все это происходит. Сверху, значит, инвестиционный портфель накрывает, и в итоге получается вот такой домик, который и представляет собой, ну, визуально бизнес-модель. Интересное такое решение. Всех тоже впечатлило. Ну, и смотрите дальше. Турбо-кнопка PLC. Что такое турбо-кнопка? Это, как бы, ну, пятие довольно-таки абстрактное. Ну, не то, что там какая-то кнопка есть, с помощью которой будет курс вручную или же еще как-то. Смотрите, это выход на биржу самой компании и ее частей. Это собственный платежный институт. Это вывод на биржу от финансированных компаний. Это собственная платежная система. Это появление собственных криптоматов. Все эти выходы, ну, то есть запуск вот этих вот частей компании, они и будут придавать ускорение, турбо-ускорение курсу. Потому что все люди все равно спрашивают и, по большому счету, интересуют, как будет расти курс, что его будет поддерживать и почему именно он будет продвигаться вверх. Так вот, эти вот направления, они, как бы, будут той турбо-кнопкой или теми турбо-рычагами, которые будут способствовать развитию крипто-коина. Так, ну, дальше нам рассказали о маркетинге. Звездный статус. Это 7 уровней. Это именно реферальная программа. Реферальная программа на 11 уровней. Ничего не поменялось, друзья, так как вам и преподносилось на слайдах, так и будет реферальная программа с теми же процентами. Это первая линия 10%, потом 4, 5, 6, 7 и по одному проценту дальше до 11 линии. Ранговый бонус. Это 11 рангов до миллиона евро. То, что мы и говорили. Это оборота структуры. И далее, еще плюс, будет звездная автопрограмма. О ней подробно даже не рассказывали. Ну, вкратце сказали, что это при достижении каких-то статусов лидеры будут получать от компании автомобили. Но единственное будет условие, это будут представительские автомобили, чтобы они были только черные. И чтобы были с рекламой именно компании PLC Group. Ну, и звездные путешествия точно так же будут входить, как элемент программы маркетинга. Клиентская служба поддержки. Тоже нам представили. Ну, тут буквально кратко. Это будут очень серьезные специалисты, которые... Руководитель службы поддержки тоже очень грамотный специалист, который развивал аналогичную службу в Билайне. Очень толковых набирает людей. Не будет таких вот задержек. Как бы мы знаем, есть компании, где службу поддержки просто не достучатся. А то тут это будет организовано на высочайшем уровне и на нескольких доступных, популярных языках. Программа 360. Что сюда входит? Это полное обеспечение партнеров всеми необходимыми рекламными материалами. Это презентации, лейнинги, баннеры и так далее. Это качественный имиджевый контент для рекрутингов команды. Это ролики, интервью. Это реальные истории и полезный контент. Масштабный пиар, СММ, действующий в интересах общества. Спецпроекты PLC с реальными героями. Серьезные инфоповоды, которые заставят нас еще больше гордиться тем, что вы часть PLC. Спецпроект PLC я вам сейчас расскажу. Вот нам представили человек. Спецпроект. Вот этого человека сейчас реально его жизнь отслеживают. Делают съемку периодически каких-то моментов. Ребята были в Белоруссии. Сели к таксисту. Этот человек, он таксист. И он рассказал им свою историю. Ну, история, как, наверное, есть. Многие уже, вернее, слышали таких историй. Это человек очень бедный. Он там рассказал такие вещи. Просто не хочу их сейчас озвучивать. В общем, что? Ему предложили. Забрали с собой в гостиницу. Сели где-то беседовать и сказали. Хочешь, мы из тебя сделаем, ну, человека вот, выведем на серьезный достаток. Не мы выведем, а именно с помощью вот этих вот наших маркетинговых инструментов, с помощью нашей академии, ты станешь бизнесменом. Положили, знаете, как в матрице две таблетки. Синее и красное. Ему положили тысячу евро. И сказали, вот, можешь забрать тысячу евро и уйти просто. Купишь себе там, что захочешь. Или же, или же мы выводим тебя на серьезный уровень. Ну, естественно, надо твое желание. И вот этот человек, конечно же, согласился. Он сейчас серьезно занимается. Все эти моменты делается съемка, как я уже сказал. И мы увидим очень-очень шикарный фильм о жизни этого человека. Так. Мы сделаем то, над чем работаем, таким важным, что оставим след во вселенной. Эта фраза, только у нас на презентации русскоязычной, люди сказали, чья это фраза. Ну, это вот как бы тоже один из девизов компании. Действительно, они хотят сделать что-то важное. Ну, и вот этот слайд интересный, платин коин. Это просто космос. Вы видите спутник. А дальше, ребята, три точки. Потому что это все будет. Это все реально сделано. Так понимаю, что это будет элементом турбокнопки, которую мы раньше читали на слайдах. Просто все, все свои разработки, все свои маркетинговые хода, ребята, не выложили сразу нам на первые встречи. Я думаю, что это действительно будет просто космос. Кто-то уже знает, о чем идет речь. Кто-то догадывается, кто-то слышал. Но действительно, это будет космос. И когда этот космос мы увидим, значит, просто будет шикарно. Так, далее у нас идут слайды по датам. По датам, что будет, как будет происходить за общей компанией. Итак, смотрите, супер секретные встречи. До какого-то апреля? Седьмого, наверное. Хотели, как собрать, сказали. Мы соберем 20 человек, лидеров. Им дадим информацию. Они поедут, начнут работать. И запустится компания. К концу года мы соберем, допустим, 50 тысяч человек потихонечку. Раскрутим. Поэтому и слайд, ниже, не помню, есть ли он этот слайд. Поэтому и стоит, что дата выкупа где-то там на октябрь назначена. Но на самом деле уже целую неделю идут презентации. И собирают залы по 120 человек. Вы представляете? То есть и тем людям, которые негативно высказываются от компании, то я вам скажу, что из этих пяти дней только одна презентация была русскоязычная. И то на нашей встрече были и из Израиля лидеры, и из Ирландии, и из Германии очень много лидеров было. И, по-моему, из США. Ну, в общем, из России, Украины, Белоруссии, Казахстан, это само собой. Да, делались, в принципе, встречи для СНГ, но приезжали и из других стран. То есть вы должны понять, что компания не выходит на русскоязычный рынок каком-то, ну, однодневком. Очень много стран приезжают, и все дни, вот ребята даже нам говорили, мы, говорит, хоть на русском языке пообщаемся с вами. На немецком-то с переводчиком постоянно. То есть лидеры заходят серьезные, заходят с разных стран. Вы должны это понимать. Так, 11 апреля, запуск и предрегистрация. То есть начинаем переходить к тому вопросу, который всех волнует. 11 апреля начнутся регистрации. Друзья, спешить не нужно. Здесь важно понимать, что никто не получит раньше никаких коинов, никаких начислений. Не дешевле, чем компания там предлагает. Я слышу в интернете такие истории страшные, что компания будет по 10 центов продавать, а вы к нам в структуру зайдете, вы их купите по 5 центов. Ну, Алексу я задал вопрос, он говорит, ну, в принципе, это возможно. Купить, то есть лидеры покупают у компании по 10, а кому-то продают по 5. Себе в ущерб, это, конечно же, в принципе, реально сработать можно. Так, 11 мы получим регистрацию, потихоньку регистрируются лидеры, потом они свою первую линию, ну и так далее. Я всегда об этом говорил, что нужно структурировать структуры, чтобы потихоньку, плавно все друг за другом зарегистрировались. Дальше. 11 мая. Начинается у нас, я вот тут вот с нижнего поста, такого, нижняя фраза, покупка бизнес-пакетов. Это 11 мая, это будет уже оплата пакетов. Уже будет сайт и мобильное приложение для его с Android. Уже будет облегченный кошелек, который надо будет скачать. Блокчейн-эксплор нам покажет, ну, он, в принципе, есть, уже многие его видели. Вот. Далее. 1 июня. Денежные выплаты. Ну, тут имеется в виду выплаты. Выплаты какие? Значит, компания делает гарантию возврата средств в течение двух недель. То есть, если человек покупает пакет, то у него есть время две недели на принятие решения, остаться в компании или нет. Если он подумает за эти две недели, скажет, я хочу забрать, он пакет забирает. Поэтому примерно через две недели, здесь, 1 июня, начинаются денежные выплаты от структуры. Начинается заработок в блокчейне. Приблизительно 10% от количества своих платин-коинов. Это с помощью SecureBox, которые есть. Начисляются бонусные баллы и возврат бизнес-пакетов. Ну, то, что кто-то не захотел работать, можно будет вернуть. 11 июля, PLC SecureBox, выставление счетов, клиентская поддержка на трех языках. Ну, то есть, если сначала, может быть, в принципе, мы задавали вопросы, но поддержка должна сразу заработать, потому что, Алекс сказал, это слайды давно делали, поэтому поддержка с самого старта будет работать. Далее, смотрите, 11 августа запуск соцсети будет, это будет уже оплата за активность, это будет выход на классическую биржу, 11 августа. 11 сентября выход на дистрибутивную биржу, запуск PLC Business, это бизнесов, которые будут отобраны для финансирования, и запуск маркета. Lite, это облегченная версия какая-то будет, которая, ну, стартовая. Вы знаете, что все версии, они начинаются с единички, потом усложняются и так далее. Grand Open, Event, то есть на 16 сентября. Вот видите, это то, о чем я говорил в нашем, очень много было вопросов, когда открытие, когда старт. То есть для компаний Grand Open, это когда будут запущены все те бизнеса, которые, все те направления, которые они создали, и тогда они как бы объявляют о грандиозном запуске. И вот эта вот фраза, о которой я вам говорил, начало выкупа у клиентов, то есть это здесь она неправильная, можете не смотреть, как только курс будет 1 евро, начнется процедура обратного выкупа. Поднимется курс, и курс выкупа будет точно так же повышаться. На следующем слайде, смотрите, вот Алекс нам представил, как будет выглядеть PlatinCoin, ваш код, это для активации кошелька. Вот вы его должны будете распечатать, и с этим кодом, или сканировать, или там буквенно цифровые, вот снизу распечатанные ввести, и вы сможете свой кошелек активировать уже в любой точке, где у вас будет подключен интернет. Так, и вот такое вот фото, смотрите, полный зал, мне уже не хватало, людей приехало очень много, и, ну, просто доставляли стулья, тут не видно, и сбоку, заносили стулья, очень много приехало желающих ознакомиться с компанией. Конечно же фотографий, и видео, и фотографий очень много, всех их пока не показать, потом они будут скомпонованы в какие-то ролики, вот, и уже запустим их. Ну, впечатлений от презентации очень много, я же говорю, информация была просто за, сколько мы это, 8, практически 9 часов. Ну, час мы на перерыве, там 15-минутные были, можем откинуть, или там полтора часа, там какие-то ланчи, кофе-брейки были, да. Ну, в принципе, часов 7, наверное, точно, это просто шла информация. 7 часов это нам давали, как я уже сказал, от с другом, Алекса, Максима, до, ну, всего остального того, что вам рассказано. Так, друзья, друзья, я практически закончил, практически, так, сейчас. Я сверну, как тут, 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 одну секунду. Отвык от комнаты уже за неделю. Так, одна кнопка, Игорь уже в комнате, а, вот она, да. Так, ну что ж, друзья. Так, кто-то опоздал, кто-то... Галина, Галина у нас выступит или нет, сейчас я у нее спрошу, где она. Пусть поделится тоже впечатлениями. Найду сейчас. Здесь и Кульпара была, и вот Светлана, и Валентина, одна, вторая была, из Минска, из Украины. Так, ниже, секундочку, пожалуйста. Так, Галина, я микрофон включил. У себя надо принять и попробовать. Сейчас идет прогрузка. Буквально две минуты просто свое впечатление. Галина, надо посмотреть, пошел запрос на включение микрофона. Вот он. Алло, меня должно быть слышно. Да, да, слышно, все отлично. Да, всем добрый вечер. Слышно меня? Да. Продолжение следует...